всем добрый день сегодня у нас будет очень интересный эфир я уверена он будет для вас полезней устраивайтесь поудобнее заходите проходите добро пожаловать так прямой эфир нас продлится примерно час так и мы сегодня встречаемся с магазином сейчас подождем когда ольга у нас появится так о замечательно оля привет сейчас я немножко об этих организационных моментах немножко озвучу да то есть пока у нас все присоединяются я надеюсь что интересная тема эфира многих сегодня привлечет так что девчонки заходите проходите те кто уже присоединился напишите пожалуйста как нас слышно и видно сразу хочу сказать что от момента когда вы отправляете сообщение и до того момента когда мы его увидим проходит задержка так что не переживайте и конечно же мы не будем сидеть ждать ваших комментариев привет привет всем заходите так вот и на сегодня у нас план такой значит мы сначала расскажем с ольгой о себе о своих проектах вот дальше мы поговорим о бобинной пряже о мастер-классах будем по ходу отвечать на те вопросы которые вы нам прислали заранее и конечно же в процессе значит наши беседы по ходу отправляйте вопросы все что вас интересует спрашивайте в конце эфира мы обязательно на них на все ответим так пока никто так и не написал пишешь какая задержка что у нас все нас слышат девочки вы слышите нас или нет неужели задержка в пять минут должно секунд быть 20 30 а да еще сегодня у нас будет такая такой приятный момент мы подготовили соли для вас подарки но что это за подарки мы озвучим в конце эфира так что оставайтесь с нами слушайте будьте активны слышно хорошо все наконец-то я увидел это сообщение все нормально замечательно значит поехали дальше ну давайте я на правах приглашающего аккаунта начну с себя то есть для тех кто со мной еще не знаком то есть возможно кто-то пришел с аккаунта ольги кто-то недавно подключился к моему факультет рукоделия меня еще совсем не знает я представлюсь меня зовут юлия кудашева я вижу самого детства получается что вязала за свою жизнь очень много вязала в декрете вязала и в институте и и и дальше в общем без остановки можно сказать вязала так что мой опыт вязания в цифрах в принципе ну даже страшно называть поэтому я его не буду озвучивать вот с детства любила я математику и наверное поэтому выбрала себе профессию бухгалтера в данный момент я по специальности уже не работаю много лет но с успехом с большим применяю свои знания в математике теперь в своем проекте факультет рукоделия то есть я создаю своих мастер-классах калькулятора расчет и чуть позже о них мы еще поговорим мой проект начинался с видео на youtube там сейчас очень большая аудитория больше 200 тысяч подписчиков и за это время создано более 300 наверно видео так что кому интересно загляните и туда я уверена многие оттуда наоборот сюда пришли сейчас в данный момент мы вместе с дочерью развиваем инстаграм так что мой проект уже такой семейный получается и еще мы недавно начали развивать дзен тоже хорошая интересная площадка значит ну что создаю мастер-классы провожу марафон и недавно написала курс как полюбить реглан большой курс из 25 больших подробных уроков ну вот это вкратце обо мне теперь холь давай наверно ты расскажешь о себе своем магазине и почему именно ты решила открыть магазин именно с бобинный пряж всем доброго дня надеюсь меня тоже слышно юля слышно все хорошо все замечательно я хозяйка магазина пряжи бобины я не просто хозяйка я маньяк вязальщица все маньяки да все маньяки вязание естественно тоже у меня очень очень давно и всю свою жизнь у меня постоянно в руках спицы крючки с недавнего времени еще но не с недавнего времени лет 10 уже как еще и машина подключилась вот то есть и вязание меня сопровождает везде всегда вы не поверите но от болезни аэрофобии мне помогла избавиться это моё увлечение потому что именно вязание спасло меня в полете это медитация это расслабление и вот теперь я всегда в полетах беру с собой вязание и это прям очень очень вручает меня но сейчас здесь не об этом вот по поводу опыта вязания естественно это были и спицы это было крючок и вот лет десять назад на я увлеклась машинным вязанием именно машинное вязание но и привело меня в мир бобинные пряжи потому что бобинная пряжа это изначально пряжа для промышленного производства для вязания именно на машинах а вот и естественно перепробовав кучу артикулов и всевозможных составов пряжи я просто влюбилась в бобинную пряжу и у меня очень большой опыт вязания вещей на заказ у меня был магазин трикотажные изделия бога интернет магазин именно но и сейчас это следующий шаг уже магазин бобины пряжи потому что сейчас это достаточно активно развивающиеся такое направление да многие конечно кто вяжет девочки из моточной пряжи побаиваются бобины пряжи я сама когда-то была такая тоже боялась потому что есть определенные такие нюансы бобины пряжи которых мы сейчас поговорим но в целом я хочу сказать что если человек начинает вязать из бобины пряжи то остановиться он уже не может потому что да это я подтверждаю картина занятия да вот ну и дальше мы уже расскажем что почему по поводу магазина хочу сказать что это тоже наш семейный проект у нас нет привлеченных сотрудников мы работаем сами сын у меня занимается продвижением в инстаграм аккаунте муж у меня занимается сайтом автоматизации продаж ну а я как вязающийся естественно занимаюсь выбором пряжи заказом отвязываем образцов каждую бобиночку мы пропускаем через свои руки каждую отвязываем образцы тестируем обязательно все образцы и в стирках и в ручной и машинной стирке то есть о каждой бобиночке кто наши покупатели они все знают что я могу рассказать все показать образцы и даже в интернет-магазине мы всегда выходим на связь с клиентами и видео отправляем и фото отправляем образцов и стараемся помочь с выбором с расчетом потому что вот это я подтверждаю когда я делала свой заказ ну все посмотрели наверно мой обзор пряжи я с таким воодушевлением обо всем об этом рассказывала потому что целый день я ольгу мучила буквально своими вопросами у меня была такая ну неплохая скажу сумма подарена где на день рождения я ее решила потратить именно на бобинную пряжу и мне хотелось все и сразу и в общем я ольгу мучила она мне присылала видео на каждый мой вопрос крутила мне эти бобинки подставляла их друг другу в общем действительно в этом магазине девочки относятся очень внимательно к своим клиентам мы были незнакомы до того момента вот познакомились именно на когда я искала вот такую вот пряжу я в интернете кинула клич мне ее не хватало на второй свитер то есть я купила на один связала поняла что у меня осталось много решила связать второй дочери на дочкин свитер чуть-чуть не хватило я вот кинула связать и вышла на магазин ольги но все в этом мире не случайно так что я думаю что мы будем теперь дружить и девчонки вас тоже радовать какими-нибудь полезными встречами рассказывать что нибудь полезное интересное но очень хочу сказать такое ощущение что об амин а бобинной именно пряжи мало кто знает потому что вот сталкиваюсь с девочками кто приходит ко мне на марафоны либо в чаты вот по мастер-классам какие-то по курсу я вижу что вяжут из и самоточной пряжи то есть мало кто уже перешел на бобину либо это слушай вот какой-то уровень да то есть все наверно начинает с какой-то бюджетной пряжи потом продвигаются продвигаются и вот это новая ступенька какая-то бобинная пряжа к ней надо прийти либо мало еще о ней говорится либо она не так быстро входит в нашу жизнь да то есть люди как-то не рискуют что ли из нее связать и вообще согласитесь многие какие-то описания мастер-классы построены на моточной пряжи вот что хочу сказать я например свои мастер-классы никогда не привязываю к пряжи я стараюсь сделать расчет именно под вашу плотность вязания то есть если вы купили какой-то мастер-класс привязкой к пряже вам необходимо либо найти такую же пряжу либо какую-то похожую и попасть в эту плотность да а я делаю такие расчеты калькуляторы в котором вы свяжите все что хотите то есть нашли пряжу она вам понравилась берете вносите ну то есть вяжите образец вносите параметры этого образца плотность вязания в калькулятор и у вас рассчитывается полностью вот то что я так скажем в этом мастер-классе даю ну и давай вот все таки пойдем в сторону того плюсы и минусы обозначим может чем отличается от моточной пряжи бобины почему стоит обратить внимание на бобинную пряжу именно вот еще с твоей точки зрения как человека знающего бобинную пряжу но я изначально ты тоже начинала с моточной пряжи бобины ты уже потом пришла действительно это была ступень какая-то эволюционная ну начнем с того чем отличаются бобины от моточной как я уже говорила что бобинная пряжа она в основном идет вся для промышленного производства и вся пряжа которую мы привозим мы привозим складов италии непосредственно берем пряжу свою на складах и выбираем сами то есть каждую бобинку каждый артикул мы отбираем и это пряжа в основном идет с фабрик которые производят пряжу для известных брендов трикотажной моды и это остатки прошлых коллекций так называемый сток то есть когда коллекция коллекцию отвязали осталась какая-то пряжа и ее распределяют по складам и уже мы ее покупаем и привозим россии естественно что по составам и по качеству сырья это пряжа очень-очень высокого класса есть еще пряжа которую мы привозим регулярно то есть это артикулы не стоковые это пряжа она регулярная она выпускается фабриками именно для производства для регулярного производства такие фабрики по клана кардаты допустим зерна баруфа у них есть определенная линейка артикулов которые выпускаются ежегодно и допустим у нас артикул амора он ему уже порядка 12 лет то есть он на рынке уже буквально там большое время этот артикул уже изучены нашими вязальщицами и девочки уже многие влюбились в этот артикул и ждут когда он появится в магазинах но в это время вот у нас в этом году это была большая редкость этот артикул мы смогли выкупить плот и привезти то есть не только стоковые есть есть и регулярность есть регулярные но они не настолько прям вот регулярные как мы с фабрики там закупаем допустим артикул электро которые у нас точно регулярно то есть там постоянные поставки это поставки тоже стоковые но это пряжи регулярные для тех фабрик которые ее производят а есть именно стоковая пряжа которая выпускается лимитированными сериями для определенной коллекции одежды вот там стоит конечно сложнее то выпустили отвязали прям бобиночки там по чуть-чуть остались и это пряжа до нас когда доехала естественно прошло во первых там год-два но это точно да во вторых естественно она едет ограниченным очень количество и очень нужно потом найти реально там если вдруг что-то не хватило это большая проблема но есть достаточно очень много известных артикулов которые появляются на рынке регулярно они испробованы они любимы вязальщицами и из года в год мы их привозим и пряжа очень-очень классная по поводу того что значит какие отличия основные от моточной пряжи но во первых это пропитка то есть вся пряжа бобинная идет с пропитки это для сделано для того чтобы во первых хранение транспортировка ну и защита вязальной машины процессе работы то есть те кто вяжут девочки на машине они знают что если пряжа не обработана мы ставим специальный парафин для того чтобы ниточку парафини для того чтобы на вязальной машине полотно и шло легко каретка у нас шла тоже легко никаких поломок машине дальше не случалось поэтому вся пряжа у нас идет обработанная и для того чтобы понять какое полотно мы получим сами на выходе после того как мы его связали нам нужно обязательно провести в то причем не один раз то есть пряжу из купа в наш образец мы купаем смотрим по качеству что получилось какое полотно и тогда уже мы понимаем что мы получаем на выходе это волшебство которое вообще невозможно описать то есть когда ты на какую-то такую тряпочку кладешь тазик и она у тебя под твоими руками раскрывается ты уже на выходе получаешь шикарное полотно с пушком и там нереальным вообще качествами это реально просто затягивает что хочется и хочется все время пробовать да 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 когда еще особенно стираешь и сидишь вот эти вот моменты ждешь то есть несколько часов пока он высохнет я все время хожу и щупаю ну что ну что ну как ну что в этот раз что получилось то есть это реально очень очень увлекательный процесс но это первое значит то что мы получаем полотно на выходе только тут после того как мы отстирали до видим это все второе отличие что в основном это пряжа идет действительно вся очень тонкая да то есть там тысячу полторы тысячи метров на 100 грамм есть пряжу у меня вообще даже шелк высшего качества мальдинс у меня есть 6000 метров на 100 грамм это тонюсенький волосок естественно эту пряжу мы используем в подмот куда-то да то есть для дополнительной структуризации полотна но я хочу сказать что не нужно пугаться тонкой пряжи тонкая пряжа дает нам возможность того что мы с вами можем получить полотно именно той плотности которой мы хотим для проекта если нам нужно допустим мы хотим вот именно на спицах на двоечке натуре на три с половиной то есть здесь мы варьируя количеством нитей можем получить плотность ту которую нам нужно получить для проекта для мастер-класса то есть в этом абсолютно ничего страшного не вся пряжа у нас разматывается на необходимое количество конусов вместе мы пряжу никогда не сматываем потому что нужно обязательно специальное оборудование для того чтобы скрутить несколько нити вместе если просто сматывать то образуются провисы которые потом вязание очень мешают и ну не рекомендуется просто так сматывать клубок или сматывать там даже на тот же конус без специального оборудования ну и еще раз повторю что даже имея это специальное оборудование нужно обязательно соблюдать технологию по скрутке пряжи потому что многие знают что если пряжа перекручена то пойдет косина о которой мы тоже поговорим дальше но для меня проще я очень много для меня проще просто поставить проектную сумку 4 и 5 конусов и они спокойно там уменьшаются стоят и вязать одновременно шести конусов но и самое большое преимущество бобины пряжи это нереальное количество возможных составов пряжи которая появляется у нас каждый сезон на рынке очень большое количество новых артикулов вот у нас поставки регулярно сейчас две-три недели каждому получаем пряжу и вот сегодня у нас приходит пряжа у меня только два артикула которые у меня были до этого а остальные 14 артикулов у меня новая пряжа абсолютно и я ее жду у меня уже такое предвосхищение что и сейчас я начну все отвязывать стирать и раскладывать это просто очень очень классно на самом деле потому что помоточные пряжи нет такого ассортимента нет качества но есть конечно фабрики итальянские не спорить то та же самая моточная пряжа идет из итальянских производителей но мы ее же привозим на бобину в принципе моточки в италии мотаю ту же самую пряжу и мне кажется цены в моточках они будут ну вот на равное примерно будет дороже мы считали даже с девочками что даже если сравнивать турецкую моточную пряжу сейчас дешевле пару раз и на раз купить бобину итальянскую пряжу хорошего производителя чем покупать моточную пряжу да да полностью согласна вот еще об одном плюсе хотела рассказать то есть это плюс что можно связать изделия без отрыва нити то есть не надо сматывать вот эти придумывать как соединить кончики вот если мы из моточной вяжем надо придумывать каким способом их соединить либо потом сидеть заправлять эти хвостики куда-то куда-то значит чтобы их не было видно то есть мы же должны вязать красиво чтобы не было нигде там даже с изнанки торчащих ниток вот а это занимает очень много времени а с бобиной пряжи мы можем вязать связать вот целое изделие буквально от одной нитки и будет всего ничего этих хвостиков вот например я обожаю вязать чтобы не было никаких соединений и мои мастер-классы построены вот именно в таком плане чтобы изделие было связано вот целиком без швов без соединений например вот паутинка мастер-класс она вяжется там снизу вверх по кругу вот здесь вот значит мы расходимся на вязание переда и спинки рукава точно также вяжутся цельно и то есть у меня присоединяется хвостик вот здесь то есть хвостик внизу хвостик присоединился когда я разошлась на перед и спинку и два хвостика конечных все это вот минимум времени занимает чтобы заправить и не надо сидеть и корпеть вот сшивать вот эти вот швы какие-то чтобы они качественно выглядели чтоб не стянулись обожаю вязать без отрыва нити и бобиная пряжа позволяет еще больше сэкономить времени на этом моменте то есть начинаем вязать здесь и пошли вниз то есть присоединение ниточки будет только на рукавах вот совсем по минимуму мы заправляем какие-то хвостики хочу сказать что есть очень много способов вязать от одной бобины в 3 нити не разматывая да в 6 нитей от двух бобин не разматывая петлей я лично люблю этот способ ну если он подходит допустим и мы можем вязать три сложения от одной бобины то почему бы и нет то есть очень легкий способ кстати очень много ведь есть и артикулов у которых нормальная толщина вот допустим вот этот вот вид это очень толстая нитка я на пятерке кажется вязала его вот и причем тоже даже вот это толстая на идет в пропитке и когда связано полотно но такое какое-то рыхлое как будто бы с какими-то прям щелями а когда она искупалась высохла вот все вот эти вот ниточки разошлись петельки друг дружке придвинулись прям такой пухленькая тепленькая стала очень классный свитерок получился по поводу значит тонкой пряжи то есть 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 толстая пряжа уже готова а если пряжа тонкая то есть вы у себя в магазине готовы размотать на необходимое количество конусов то есть если ты принес домой вот тонюсенькую пряжу вот целую бобинку то есть как ты будешь дома то с ней что делать вручную это вот ну не намотаешься такую тонкую синькую ниточку по своему опыту знаю когда я начинала вязать на вязальной машине мне приходилось разматывать эту бобину на ручной моталочки на кучу моточков там чтобы связать 6 8 сложений я понимаю насколько это сложный процесс и у кого нет моталок это действительно проблема поэтому в нашем магазине мы всю пряжу разматываем на конуса допустим если вы взяли 600 грамм вам нужно 3 конуса соответственно мы размотаем 3 3 конуса то есть в принципе мы всегда идем на встречу клиентам помогаем во-первых изначально консультируем по расчету во сколько все-таки нитей нужно вязать полотно показываем образцы есть случаи когда мы вместе с клиентами отвязываем этот образец и смотрим да во сколько нити на каких спицах нужно вязать и тогда уже исходя из этого мы разматываем пряжу и человек спокойно уже посылка ему пришла уже размотанная пряжа садится и вяжет еще вопрос такой был вчера задавали сейчас я его найду так вот про вес бобинки то есть существует такое ну ходят такие слухи якобы вот по вес бобинки не учитывается могут магазины на этом обмануть сейчас вот я до конца то что я поняла как этот вопрос я от себя еще добавлю то есть могут обманывать магазины вот именно на весе бобинки то есть если там 40 50 бывает и 70 наверное грамм бобинки да если вот эти вот 50 грамм на какой-то пряжи например там шелк тяжелый то оно в принципе тьфу а если это махер на шелке за 16 рублей грамм то это очень сильно как бы не домотано будет по весу вот как в вашем магазине все это происходит как взвешиваются бобинки думаю девчонкам будет интересно знать то их не обманут точно у нас в магазине обманы нет конечно же во первых скажу сразу что на родных конусах пряжу получить невозможно всем то есть мы получаем многие задают этот вопрос почему мне пришла пряжа не на родном конусе естественно у нас приходит пряжа вот таких больших бобинах там порядка килограмма вес то есть и конечно же мы ее разматываем на конуса которые мы берем с фабрики бушные а вот и конечно же маркировка найти конусах будет той пряжи которую вязали на той фабрике но мы всегда прикладываем этикетки всегда прикладываем бумажечки сейчас мы уже клеим на конуса свои этикетки внутри и конечно же при размоте пряжи мы каждый конус взвешиваем то есть изначально у нас стоят висы на которых мы взвесили пустой конус потом мы мотаем пряжу и опять взвешиваем и до грамма почему цена за пряжу указана за грамм потому что реально у нас расчет идет по грамму грамма если там 214 олечка пропала куда-то у нас да это про конус речь так олечка ты пропадала куда-то да если 214 на этом закончилось 214 значит цена будет указана за 214 грамм и каждый конус соответственно мы взвешиваем прежде чем наматывать потому что конуса все разные есть и картонные есть пластика да и картонные тоже комиссане все вес разные но в среднем если вот так вы хотите проверить там вес не обманули ли вас то в среднем конус весит на 40 грамм есть меньше 36 38 есть чуть больше 3 46 47 но среднем это редкость а вообще среднем конус весит 40 грамм для меня покупают чтобы знали просто вот я когда познакомилась с бобильной пряжей первый раз брала я в одном магазине и в на этикетке подписывалась здесь прям отдельно без этого конуса был указан вот то есть это я думаю тоже такая хорошая штука когда ты можешь посчитать точно сколько у тебя тут намотано вот а не догадываться и мне так понравилась ваша упаковка пряжи я когда открыла посылку вот эти вот все бобиночки каждого упаковано в полиэтилен и сверху вот это как печать эмблемка магазина это так красиво смотрится и видно что с такой любовью все это упаковывалось и отправлялась к тебе большой плюс вот хотелось это отметить так скажем да конечно что наверное здесь у вас магазин что у меня там какое-то создание мастер-класс это туда вкладывается столько времени столько души это каждый момент какой-то вот мастер-класса продумывается вот это все не просто так девчонки вот не думайте что ты вот связал тут же все снял на видео и куда-то запустил потом еще решил продавать это это все ну достаточно много души в каждом движении в каждом действии так ну ты наверное что-то приготовила нам показать какие-то интересные модели на что можно обратить внимание в данный момент что есть у вас магазине ну поступление у нас каждые две-три недели вот сегодня мы ждем машину у нас будет бамбук приедет наконец-то к нам покажу для тех кому интересно в инстаграме в нашем мы всегда выкладываем обзоры все образцы отвязанные пряжи всегда тут же выкладываю вот сегодня я хочу показать артикулы которые были хитом этой зимы у нас это пряжа шерсть ягненка конвера кто знает наш магазин и знает наш ассортимент они конечно уже попробовали чуть-чуть повыше потому что тут и тут комментарии ты внизу находишься да вот так будет хорошо да то есть пряжа может быть давайте я сейчас пройдусь по полкам вот прям так пробежим посмотрим цвет если у нас нет возможности прийти пощупать по этим полкам хоть вот так давайте я вам покажу значит смотрите вот этот стеллаж у нас полный смотрите какая цветовая палитра это шерсть ягненка стопроцентная артикул конвера от лана кардаты сейчас покажу образец так как мне вот образец стирала три раза для того чтобы получить на выходе реально вот такого качества полотна то есть вышел очень-очень нежный пушок как одна наша покупательница сказал никакого кашемира мне не нужно дайте мне ягненка нереально нереально мягкое полотно с очень-очень мягчайшим таким пушочком все в межпетельное пространство заполняется посмотрите какое полотно получается этот образец связано спицах а какой номер три с половиной в три сложения я вязала очень должно быть достаточно рыхлое полотно изначально а потом после вто все у нас разравнивается все расправляется все межпетелка вся заполняется пушком очень-очень красивым вот таким пушочком у нас же девочки пишут конвера мне очень понравилось тут же подтверждение приходят то есть у нас очень большая сейчас пока еще осталась цветовая палитра конвера уже в этом сезоне осень зима не будет привоза поэтому девочки кто не успел поторопитесь еще один артикул очень классный это артикул ламп свул тоже ягненок от тот думка он пришел к нам первый раз очень-очень тоже всем понравилось и сейчас мы ждем новое поступление цвета были тоже восхитительные сейчас вот то что осталось это вот две полочки уль сразу если по ходу ответишь чем вы стираете камберу камберу стирала но у меня есть честно сказать свое мыло которое мы заказываем да кстати мне тоже понравилось оно я попробовала оно очень классно отстирывает поэтому вот я стираю в основном им но если есть какие-то средства для стирки шерсти то я думаю что можно и им отстирать что самое интересное средства вот эти тоже видимо бывают разные я вот тут столкнулась постирала одну и ту же пряжу по моему лаской для шерсти и шелка а вторую постирала утенком и разница на лицо кто-то пишет что стирают шампунями кто-то пишет что эти средства для мытья посуды используют я вот такие методы никогда не применяю для средства для мытья посуды я даже не пользуюсь потому что у меня аллергия на него конкретно вот по поводу значит мыло сказала мыло можно заказать через директ мы его на сайт не выкладываем потому что у нас поставки бывают как заканчивается мы закупаем вот что еще интересно в этом сезоне было в этом сезоне было интересного норка китайская бобинная которая тоже у нас очень очень популярностью большой в этом году пользовалась слушай а с ней не идут вот эти вот катушечки дополнительно как смартфон нет с ней катушечки не идут они не нужны вот если вы видели джемпер на мне в котором я сижу я вязала из этой пряжи превосходно держит резинку и на машине и я его на машине вязала отвязанные у меня есть изделия которые на руках на спицах вязала то есть великолепно вяжется по цене она достаточно экономична ты 530 рублей на у нас за 100 грамм и на изделие достаточно вот у меня на джемпер ушло 315 грамм на большой джемпер оверсайз а вот я думала что именно вот эти катушечки для того чтобы резинки держали ну и вообще какая-то была упругость полотна и в принципе без них не пробовала вязать норку а для чего они кладут вот здесь полотно абсолютно держит классно резинку вязано вот это на машине патентной резинкой все очень замечательно держит никуда ничего вообще не уходит вот это вот вязано на спицах в одно сложение а тут грамм ушло 120 по моему вообще но это с коротким рукавом ну да так что ну вот это одно из популярных таких артикулов которые у нас сейчас и покажу сейчас регулярный артикул который у нас будет постоянно это это меринос хлопок с мериносом юль то что ты брала элитра элитра да мне очень самой нравится у нас девочки даже кто вяжет на заказ детские вещи все просто в восторге от этой пряжи то есть она реально прям держит форму она очень мягкая в полотне мериносик смягчает хлопок но тут у тебя сколько сложений вот этот образец я вязала в 6 сложений я в 3 попробую в 3 попробую ну может быть тонковато может 45 45 надо да но так хорошо держит форму и не плывет полотно не оттягивается и самое главное что она комфортно очень мягенькая для крючка подходит бобинная пряжа кто-то спрашивает да конечно подходит в общем вот элитра у нас сегодня еще приходит поставка там 21 цвет а вот еще вопрос по норке видимо она не лезет слушайте ну вот если раза три отстирать в машине да потому что в любом случае ворс он есть ворс у нас лезет даже ангора итальянская ну вот я тоже всегда говорю пока вяжешь лезет сильно потом в приноске я не замечаю уже да то есть нужно по полочкам если что-то какие-то вопросы будут по артикулам мы отдельно можем с каждым побеседовать да давайте и продолжим дальше долго долго гулять по полочкам про твидовую пряжу спрашивают есть нет видовая пряжа девочки есть но сейчас очень мало ограниченное количество артикулов они есть но твиды у нас сейчас в заказе твиды приедут сейчас меня приедет твид на буретном шелке прям вот я его сама жду очень очень хочу попробовать там будет 50 процентов буретного шелка не помню что там еще остальное но должен быть очень классный состав есть неплохие тонкие твиды для тех кто не любит твиды с крупными вкраплениями вот эти твиды очень такие красивые у них мелкая мелкая крапушка они на основе мериноса они шерсти и поэтому они очень мягкие приятные к телу то есть не грубые не не сухой твид не как обычно мы привыкли что твид надо надо уметь приготовить да нужно его вымочить выкупать несколько раз чтобы довести его до ума слушай ну не знаю у меня два раза две из два изделия из твида и в принципе мне какой-то сухой не попадался но они все разные ты у тебя был на baby camel вот то что зелененький естественно там состав хороший а если твиды на основе шерсти они в любом случае будут тут вообще крутой тут и шелк и кашемир и baby camel да по моему да там 50 процентов baby camel 20 кашемир 22 шелка вот но есть попроще артикулы которые на основе шерсти но тоже шелком и естественно что их нужно немножко вот помучить для того чтобы вышел и пушок и раскрылись они стало полотно помягче вообще сам по себе твид как пряжа как вид пряжи это чисто шерстяная пряжа с цветными вкраплениями то есть нужно уже сейчас начали делать твит там baby camel кашемирчик нам добавили это уже извращение извините меня слушай ну я вот первую вязала вот у меня кофта хевард вязала это шелк с хлопком тоже замечательно единственное что в ширину немножко вытягивается ну вот это прям любимая вещь но вообще твиды они на самом деле подвержены даже не столько вытяжения настоящие твиды они усыхают очень сильно то есть шерсть сохнет изделия даже то которое просто сейчас я настроюсь назад на себя вот даже изделия те которые лежат сезон допустим лета просто в шкафу ты достаешь свой джембер а он у тебя подсел на несколько сантиметров это свойство именно настоящей твидовой шерсти то что есть составы и твидовая пяжа так называемая твидовая да если там просто там хлопок или там шелк это просто ну как бы твидовая пряжа но не твид это чистая шерсть с украплениями слушай вот у меня такой вопрос сразу по ходу пришел вот если но мы же все хомячки да мы пытаемся там нахапать нахапать все что видим если набрать много-много пряжи в бобинах есть ли вероятность того что что-то там подсохнет будет не такое то есть срок какой-то годности есть но во первых пропитка как я говорила на все таки защищает то есть действительно пряжа на которой идет в бобинах у нее срок хранения намного дольше а то есть пока она в пропитке с ней ничего не случится девчонки хапаем все равно я например когда храню пряжу там дома каких запасов все равно я стараюсь что-то там положить какие-то там от моли пакетики на всякий случай потому что я одно время увлекался кауни шерстью пасмы которая эстонская чисто шерстяная пряжа у меня прошел звонок я его отклонила я стала слышать хуже тебя девочки напишите все в порядке со звуком альтами хорошо слышусь да я хорошо а мне почему-то стало вопросиком дал так получилось давай пока я на вопросы там по отвечаю давай давай да там писали по про цену и литры цена и литры вот этот хлопок с мериносом у нас 270 рублей за 100 грамм всего она достаточно бюджетные на изделие нужно в принципе не так много по поводу спицы спрашивали вчера мы получили спицы все книг японские будем выкладывать на сайт в инстаграме сделаю анонс спицы мне самой очень очень понравились я буквально позавчера начала перешла на джемпере на рукава и приехали эти спицы вы не представляете там есть спицы длиной 4 и 5 сантиметров а леска вместе со спицами составляет двадцать три сантиметра всего это вот такие спицы малюсенькие которыми можно вязать спокойно рукава нас не передёргать не имеют не пользуясь там вот этот вот как это на magic look да у нас там по по-моему, Юль, был вопрос про косину, да, пряжи, что как понять, косить пряжи или нет. То есть, только спросить в магазине? Нет, слушайте, ну, во-первых, конечно же, спросить в магазине. Второе, я вам сейчас покажу, прям как можно это проверить на бобине. Подай мне, пожалуйста, я вам сейчас покажу эти спицы, смотрите, какие. Обалденно. Это что, бамбук, да? Это бамбук, да. У меня звук был тихий, я сейчас что-то тыкала-тыкала, все-таки я вернула звук, но я, в общем, проспиться немножко прослушала. Это бамбук, все поняла. Вот они, да, это бамбук, японские сиакнид, они одна чуть длиннее, вторая короче, для того, чтобы удобно было держать. И вот рука мне понравилась, то есть шапки какие-то, макушки закрывать, какие-то вот такие. И круговые эти. Прямо для меня это, на самом деле, было открытие. Такие спицы. Теперь по поводу косины вернемся к нашему. Во-первых, какая пряжа может косить изначально? Пряжа, одна нитка, то есть та пряжа, которая скручена, у нас просто ссучена в одну ниточку. либо пряжа, либо пряжа, которая очень сильно перекручена на станке. То есть когда ее скручивали из нескольких нитей и неправильно выбрали ось, то есть одна нить пошла в натяг, а вторые пошли чуть свободнее, тогда появляется вот это вот у нас... Ну, как по спиральке нитка, да? По спиральке, да, неправильное натяжение, из-за этого нить может... уже скрученная нить может косить. Но не все однонитки косят. У нас, допустим, конвера, ламора, все идут однонитки. Когда вяжешь, вроде бы кажется что-то такое. Я очень тоже к этому трепетно отношусь. Я всегда начинаю проверять на косину, потому что на спицах это не всегда заметно. А вот те, кто вяжут на машине девочки, они знают, что она намного к этому... То есть на машинном вязании пряжа будет больше косить, чем в спицах. Поэтому всегда кто вяжет на машине, они спрашивают, косит полотно или не косит. Потому что еще спицами хоть как-то там что-то можно выправить, машины никуда вообще ничего не выправятся. Вот. Как проверить, косит ли пряжа? Вот этот вот брум, Юль, который ты покупала у меня, который вот с этими... Да-да-да, я понимаю. Да, с неровными. Он обалденный. Я прям хочу подвиг совершить и связать его в одну нитку. Вот смотрите. Но действительно, эта пряжа косит. И я как бы всех все равно предупреждаю, что она косит. Как проверить? Вот так вот мы складываем две нитки между собой и смотрим. Она начинает крутиться. Она начинает вот так вот перекручиваться между собой. Сейчас я подальше оберну. То есть вот, видите? Вот она пошла скручиваться. Все. Эта пряжа будет косить в полотне. Но вот для чисто шерстяной пряжи это еще как-то более-менее терпимо. То есть полотно все равно... Смотри, пожалуйста, образец. Вот, Юль, ты вязала в одно сложение, да? Ее видно, что она косит. Я вязала ее в два сложения. Мне тоже поначалу показалось, что она пошла в косину, но после ВТО абсолютно идеально ровный образец. Я его практически не блокировала вообще. То есть я его просто положила, разровняла и все. Ну да, там, где я уже подмод делал, там уже идет поровнее. А где вот в одну... Вот у меня вопрос такой, Оль, смотри, если я все-таки в одну нитку решусь, свяжу, то есть оно у меня, например, перекосится, я сделаю ВТО, заблокирую его. Вот мне интересно, после стирки оно опять перекосится? Или уже будет стабильно оставаться на протяжении носки? Все зависит от состава пряжи. Есть пряжа, которой реально можно помочь, да? Ну вот это то, что касается шерсти, это твиды. Твиды все косят практически. Вот если твид одна нитка, они все косят. У тебя ничего не косят. Твиды, вот те, кто девочки, кто вяжут твидов, они знают, что практически, ну, большинство твидов косят. Даже твид Паэлла, дорогущий, который там, ну, достаточно такой артикул... Ну, он известный, я его тут как-то хотела прикупить. Он косит, даже он косит. Вот, и если косит, то уже практически ничем мы ничего не исправим. Либо делать подмод, но подмод делать такой, прям ниткой, структурированной, которая реально поможет выправить полотно. А никакие ВТО, никакие там вот раскладки, если это не чистая шерсть, а что-то там, вот какая-то снесовка, то это очень сложно. Но блокировка нам, конечно, помогает. Мы это все выправляем. После следующей стирки нам опять нужно будет все-таки это все разложить, запрессировать в горизонтальном положении. Тогда все идет. Ну, и хорошо, те пряжи, которые косят, но мы все равно любим этот состав, мы его вяжем. Очень классно. Вот твои модели, которые вяжутся бесшовными, да, которые мы идем либо снизу, либо сверху вниз. Без швов, у которых не выйдет, без шов, никуда не повернется. Это идеальный вариант для пряжи, вот которая чуть-чуть подпрашивает. Я-то однозначно буду вязать только по своим этим, без швов, без лишних кончиков нити. Вопрос тут по ходу, что значит подмод? Ну, это, наверное, вообще широкая тема. Да, широкая, очень широкая тема. Мне кажется, можно прям про подмод сделать отдельный эфир будет, да ведь? Ну, можно будет не только про подмод сделать отдельный эфир, а вообще, в принципе, и по расчету расходы. Очень много всяких разных тем. Ну, коротко скажу, что такое подмод. Подмод, вот в данном случае, допустим, если мы понимаем, что мы хотим структурировать полотно, выровнять его, да, либо добавить структуру какую-то более такую вот полотна плотную, то мы можем добавить сюда ниточку мереноса, либо ниточку шелка, то, что нам даст структуру. Это называется... Да, может быть, хотим что-то пушистенького добавить, да? Да, кто хочет там, да. То есть подмод, это просто ниточка, которая нам позволяет изменить структуру полотна и добиться какого-то результата, который мы хотим. Можно, допустим, к махеру подмотать шелк, да, и тогда это будет полотно не достаточно легкое такое воздушное, а чуть более струящееся. Вот у меня шелк с кашемиром. Я сейчас, кажется, с вращенками в палке. Все самое дорогое собрал. И сюда я добавила махер на шелке. Это получилось что-то вообще невозможно приятное, мягкое, такое все обалденное. Вот хочу начать вязать, но пока только на образце остановилась. Не знаю, этим узором вязать или каким-то другим, но, в общем, вот что значит подмод. То есть, когда ты что-то добавляешь к чему-то, и у тебя получается какая-то абсолютно другая, и новая, и оригинальная, и обалденная пряжа по качеству. Кому-то надо тепла добавить, кому-то надо, чтобы резинка держала, да, чтобы какая-то была стабильность. Да, вот когда, мы уже сказали, когда косит пряжа, что-то стабилизирует добавление ниточки, это будет все ровнее. как вязать две нитки, понятно, как с бобины это происходит, или две нитки, две бобины, да, две нитки, две бобины. Мы о чем и говорим, что когда вы заказываете, вы смотрите, общаетесь, задаете вопросы, во сколько нити лучше вязать, вам покажут все эти образцы, и вы решите для себя, сколько бобинок вам надо, вам размотают. А если, например, можно, если в три нити, тогда можно вязать от одной бобины, вот бобинка, да, складываем вот так вот, ниточку, поехали вязать, вяжем, 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 довязали вот до этого места, продели вот в эту петельку новую нитку, у нас снова три нити, ну, то есть не такими узкими, а так пошире размотали, вот в три нитки, да, Витюль? Да, да, да. Вот так вот. Замечательно получается, никаких стыков не слышно в вязании, вот в три нитки можно вязать так, а в шесть ниток с двух бобинок, вот так, да, да. Чтобы не выставлять шесть бобин, вот с двух бобин вот таким вот методом вяжете, и все это будет. Так, Мереност, тонкий все, стабилизирует. Так, ну что, по вопросам тогда пройдемся. Да, давай. Так. Ах, этих спиц сейчас не хватает, как раз вяжу рукава. Так, девчонки, я видела, тут пишите ссылку на магазин, магазин называется всесвязано.ру, вы можете написать вот в этот аккаунт Ольге. Юля, под эфиром тогда, да, под записью эфира? Да, под записью эфира вся информация будет, конечно, но девочки, вы вот подписывайтесь, кто не подписан на Ольгу, значит, на Ольгу подписывайтесь, кто не подписан на меня, на меня подписывайтесь, вот, чтобы вам не пропустить следующие какие-то эфиры, я думаю, что мы будем встречаться. Так, сколько и летра стоит, мы ответили, да, или нет? Да, да, ответили. Ответили, так. Твидовую пряжу показали, крючком бобинную пряжу почему бы не вязать? Наоборот, самое тонкое, ну, в смысле, можно в несколько нитей крючком можно и тонкую вязать, мне кажется, ну, смотря что, какие изделия. Так, мыло можно заказать у вас, тоже сказали. Так. Ссылочку на мастер-классы тоже все увидите под эфиром. Так, 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 так. Ну, то есть, девчонки, я надеюсь, вы поняли, да, что по моим мастер-классам можно вязать все, что угодно, то есть, даже тот мастер-класс, который по свитеру-паутинке, не обязательно вязать из шелка, из махера на шелке, да, вот я вязала один, и там еще одна ниточка была, то есть, там, с составом махера. Можно же связать этот же, по этому же мастер-классу, по этому же калькулятору и более толстую пряжу у вас получится просто изделие поплотнее, без дырчик. Вот, а принцип-то вязания будет тот же самый, то есть, это обалденно вязать без швов, без каких-то лишних хвостиков. Второй раз заказываю в вашем магазине, все нравится. Ваше оборудование на мотке получается считать, сколько грамм, метраж нет. Не поняла. Ваше оборудование по намотке получается считать, сколько грамм, а метраж нет, да? Вот какой вопрос. Ну, у нас же пряжа вся идет, мы же знаем, какой метраж на 100 грамм. Да, он изначально известен. Да, изначально известен метраж, а мы, естественно, пряжу только весом продаем. Исходя из того, сколько вы взяли веса, можно посчитать, сколько вы взяли метров. То есть на машине не видно у тебя, да? У меня видно, но все равно пряжа вся разная, и я опираюсь на этикетку производителя, потому что машина китайская, а пряжа итальянская. Да. Девочки, между прочим, с каждой бобинкой идет этикеточка, пряжа, все там расписано, и по какой цене вы эту пряжу брали, и сколько метров, все там вам напишут, когда приходит посылка. Я все не нахваливаюсь на поле. Спасибо. По поводу расчетов там вот спрашиваются, как рассчитать, во сколько нити вязать, но это все индивидуально, все зависит от модели, мы всех консультируем, кто приходит в магазин, там, сцены фотографиями, моделями, проектами, кто в интернет-магазине всегда в директ пишет, присылает размеры, модели, номер спиц, какими хотят вязать, тогда мы уже рассчитываем, во сколько сложений, в какую пряжу, и сколько нужно вязать. Вот вопрос хороший. Кашемир в матках на изделии, как крыло самолета стоит. Это да. Я бы сказала, что кашемир и в бобинах, ну, он не дешевый, но опять же, кашемир, если посчитать его за килограмм, да, то получится там 16-18 тысяч отдельные артикулы, вот, это как бы, господи, страшно, да, становится, но опять же, учитываем то, что кашемир, это в принципе легкий материал, и на изделии уходит, вот у меня на свитер оверсайз, я сама не маленькая, я бы сказала, там, ну, 48-й, где-то 50-й, к 50-му размер, вот, и у меня на свитер огромный, вот, бежевый, коричневый свитер, в ленте видно, если что, я там везде в нем, 240 грамм. Да, я вязала, я вязала, две нитки, вот, обалденный кашемир, то есть, ну, как Коко Шанель говорила, да, ну, обязательно надо, ну, хоть одну какую-то вещь из кашемира, мы, в принципе, нет, как она там говорила, ее фраза-то, надо себя любить так, чтобы не носить кашемир, не помнишь? Помню, нет, забыла, не помню, забыла фразу, у нее какая-то крылатая фраза была по поводу кашемира, что надо, ну, хоть раз в жизни позволить себе кашемир, да, подарите себе на какой-нибудь день рождения, я просто вот в восторге от такого, в таком состоянии нахожусь, когда я беру этот свитер и вот прям вот, ой, он такой классный, кто видит, прикасается, ну, какой он хороший, я тоже такое хочу. Да, но в принципе сейчас по расходу кашемира, действительно, Юля, ты правильно сказала, что кашемир, расход очень-очень экономичный, если посчитать выход кашемира, допустим, и мериноса какого-то тамкорунного, который сам по себе очень тяжелый, да, мериноса уйдет у вас на джинбер там 500-600 грамм тамкорунного, гребеного, а кашемира у вас уйдет 200 грамм, 220 грамм, если у тебя цена, то в принципе она будет практически одинаковой, поэтому, конечно, кашемир надо, надо попробовать, надо, надо себя к этому подготовить морально, кашемир. Да, я говорю, прийти надо к этому, да, сначала просто к бобинной пряже, встать на ступеньку с бобинной пряжи, потом следующая ступенька, возможно, это уже будет, конечно же, шикарнейший какой-нибудь кашемир, но кашемир тоже бывает разный, гардный, и гребеной, и по-моему, гребеной будет легче, да, в изделии, меньше уйдет, по весу. Нет, нет, гребеной наоборот, он будет... Карный, карный, я сама заговорилась, карный. Гребеной он будет тяжелее, гребеной будет без пушка практически, ну, то есть он не так раскрывается, как карный кашемир, но зато... Ну, говорят, тоже после третьей стирки где-то там все-таки выходит пушок. выходит слегка-слегка такой, и очень-очень деликатный, но зато он меньше пеленгуется, но в любом случае оба кашемира хороши, и как бы мы вот сегодня ждем как раз поступления. Я прям уже тоже с трепетом жду машину, быстрее посмотреть, что там нам приехало. Так что к воскресенью, я думаю, что... Как ты выживаешь вообще столько всякой пряжи, из нее ведь все хочется связать? А, у меня получается, я только образцы целыми днями сижу, вяжу, думаю, боже, ну, когда я уже себе что-нибудь вижу, по одни образцы, то один, то другой, то третий, а себе некогда вязать, честно. Да, причем эти образцы занимают столько много времени, иногда думаю, сейчас я на YouTube быстренько какой-нибудь узорчик свяжу, и в итоге села, и у меня целый день ушел на этот образец, чтобы снять вот какой-то мастер-класс коротенький про видео. И то же самое, хочется вязать, а надо то смонтировать то одно, то другое, и в итоге я сама себе вяжу, и такая, так, все, я сегодня заработала, я могу весь вечер сидеть, вязать, не отказывать себе ни в чем. Так, в каком разделе искать спицы на сайте? Их пока там нет, или? А, есть аксессуары, есть аксессуары, мы их выложим к воскресенью, девочки спицы, все, потому что... Ага, так что, если что, спрашивайте пока в этот... Да, в директ. В директ. Спицы, кто-то спрашивал, разъемные приехали, и разъемные приехали, и обычные приехали, и чулочные тоже, комплекты, носочные, чулочные, тоже приехали тонкие. Есть ли счетчики рядов? Слушайте, вот сейчас у нас счетчики рядов, мы заказали очень красивые маркеры и счетчики рядов, такие, которые бусинками красивые, они приедут к нам через неделю. И проектные сумки у нас появились, тоже мы все выложим, очень-очень классные, недорогие будут тюрбанчики и сумки, то есть очень удобно проект сложил, бобиночки положил, моточки, спицы, и как бы все аккуратно, красиво стоит у вас. Ну тут в начале нам с тобой писали, видимо, к слову, думаю, причина в том, что в магазинах нет в продаже бобиной пряжи, только в интернет-магазинах, а это код в мешке для многих, всегда хочется потрогать и так далее. То есть, Оль, в ваш магазин ведь можно прийти, то есть для тех, кто живет в Санкт-Петербурге, вы можете прийти, потрогать, для нас же, кто находится далеко, есть замечательная возможность помучать Ольгу, она вам все снимет, через свои руки пропустит, все пишет, расскажет, покажет, ну вот таким методом, ну что делать, раз рядом у нас нет таких магазинов. Вот. Всегда рады, помочь, ответить на вопросы, что-то зависло, ну все. Ну что, Юль, еще есть вопросы там? Или будем уже радовать людей своими? Не понимаю, как можно выбрать бобиную пряжу, она ведь по составу разная, и как-то комбинировать можно нитки между собой? Вот, если разные артикулы, я так понимаю, да, можно ли между собой как-то подобрать, скомбинировать? Ну, конечно, все можно, все зависит от того, какие мы хотим скомбинировать артикулы, почему бы и нет, но нужно все равно пробовать, то есть, если есть такая задача, дело составить какую-то снесовку, подобрать пряжу под мод, мы всегда можем помочь и посмотреть, нам самим всегда интересно проэкспериментировать, посмотреть, что будет. В Питере мы есть, кто-то спрашивал, где мы находимся в Питере, мы находимся на проспекте Большом Самсонецком, 94, это метро Лесная. Так, еще, как вы проносите спицы и крючки на борт самолета? Ведь не разрешают острый перенос. Да, я тоже думала, что будут проблемы, везла человеку, думала, что если у меня сейчас их отберут, то будет все. Что я сделала? Я, у меня была бобина, у меня реально была прям пряжа в бобине, я спицы положила, отстегнула, спицы я положила вовнутрь бобины вместе с вязанием, то есть, вот как бы в конус, вот сюда, вот так. И отдельно у меня была леска, никто вообще меня ничего не спросил, то есть, я летала со спицами раза три, и это у меня было вручной кладбище, но на всякий случай я всегда беру с собой еще бамбуковые, потому что бамбуковые разрешают. И в самолете я спокойно сидела, вязала, и в двух эстуардах, ну, разными авиакомпаниями никто никогда ничего не спрашивал. Как вас найти? Вообще, конечно, лучше металл не возить в самолете, если есть бамбук, и проект какой-то на бамбуке, то лучше взять бамбук, а чуаку, ну, или что у вас там, металл, можно положить просто с собой, уже в багаж, сказать. То есть, получается, что через бобинку они просто не просветились, да? Я так поняла, что да, то есть, мне повезло, и как бы у меня никаких вопросов не было. Ну да, и если бы забрали че-гуд, то че. Да. Я бы не пережила. Так, как вас найти на ютубе, спрашивают, факультет рукоделия набирайте, и переходите на канал. Так. Все по факультет рукоделия и найдете. Итак, значит, ну что, я думаю, встреча у нас получилась очень даже такая продуктивная, познавательная для девочек, и я много узнала очень интересного, и полезного, и увидела, и, конечно же, буду еще и еще покупать бобинную пряжу однозначно. Вот, тем более, есть такой замечательный магазин, и такая Оля, с которой, которую можно потрясти, позадавать вопросы-то. Вот. Так, ну, надеюсь, что наши девочки тоже узнали много о бобиной пряже и о моих мастер-классах, так что имейте в виду, что у меня вы под любую пряжу свяжете изделие, сделаете расчет, а у Оли вы можете выбрать на свой вкус пряжу, то есть все, что угодно. Так, значит, и мы обещали рассказать о подарке, который мы для вас подготовили, то есть всем, кто сегодня был на прямом эфире и досмотрел до конца, я дарю промокод на скидку 30% на три моих мастер-класса, то есть это где круглая кокетка, паутинка и мужской свитер фаворит, но не думайте, что это мужской свитер, это просто там вязание по принципу реглана, вам сделает калькулятор расчет реглана и вы все, что хотите, свяжете по этому мастер-классу, там у меня обработка айкордом горловины и рукавов, вы можете там задать такие параметры и сделать себе, например, резинки для свитера, либо вот такую вот резиночку, то есть все, что захотите, можно экспериментировать, варьировать, вот, то есть на три своих мастер-класса я дарю вам скидку 30%, а Оля дарит 5% на первую покупку в магазин, для того, чтобы получить эту скидочку, нужно написать нам в директ и мы вам вышлем секретный промо-код, да, еще мой промо-код будет действовать сутки, потому что это очень большая скидка, вот, сутки всего действует промо-код, а Оля, ну, на первую покупку на какой срок будет промо-код? Ну, давайте недельку, да, потому что пряжу все-таки надо повыбирать, это не быстрый процесс, я по себе знаю, да, надо пережить, с выбором переспать и тогда пряжу, да, да, ну, думаю, недельки вам хватит, ну, что, на этом все, спасибо всем, кто пришел на наш эфир, выбрал время, спасибо Оле, что пришла ко мне в гости, выбрала время, да, и очень много полезной информации нам рассказала, вот, надеюсь, что наш совместный эфир это не последний эфир, так что девчонки подписывайтесь на нас и приходите еще в гости, задавайте вопросы для следующих тем, для следующих прямых эфиров, мы с Юлей будем готовиться и да, слепите за сторис, в сторисах будем вам давать анонсы, что завтра там или когда будет у нас эфир, мы уже договорились все, приходите, все, кто-то пишет, значит, едем в Питер, я уже тоже лыжи намыли, будем всем рады очень хочу, у меня же дочка там, так что у меня есть куда ехать давай будем ждать в гости все, очень хочу кашемир, видишь, девчонки уже хотелки появились, мы все-таки их зажгли и вдохновили надо начинать всегда с хорошей пряжи, девочки, это самое главное, начинать вязать бобильной пряжи нужно с очень хорошего качества, не покупайте дешевую пряжу, не гонитесь за скидочными артикулами, потому что иначе вы не получите такого удовольствия от этой бобильной пряжи. от вязания надо получать удовольствие. Ну все, всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok